здравствуйте зрители моего канала сегодня я хочу пройти такую хорошую игрушку как x реберс вот она моя первая игра из серии x реберс извините что повторяюсь и об этом говорил говорю и буду говорить собственно что на моя рубаха первая игруха из серии x реберс это было не x3 не x2 не x1 а именно x реберс и поэтому у меня к ней самые лучшие самые мягкие грубо говоря отношения то есть считаю лучшие серии хотя и другие не играл но это нормально хотя считается что x3 самая лучшая но будем считать что x реберс и сейчас я чтобы не портить свое прохождение я где нибудь сохраню вот это сохранение и начну с проходить заново это сохранение все с гайдов и вообще немножко тот игрался грубо говоря поэтому не хочу их терять вот считается как я уже сказал самое лучшее стеки третье но нами что-то не зашла я в нее даже немножко поиграл посмотрел как другие поиграют на стримах и прохождение и как-то на меня не понравилось вот почему-то не больше душа идет x реберс есть еще четвертая часть уже вышла она еще лучше я смотрел видяшки там конечно обалденная что графика что звук там классные что-то очень селит деньженс взяли дали как-то направо называется то есть механика похожие такие самые движки такие самые ускорения x реберс наверно по сравнению с ней как собственно x3 наверно тоже меркнут хотя всегда найдутся те олфаги которые скажут что да нет x3 лучше а лучше в своем роде как я уже приводил пример с допустим серии elder scroll где лично мне нравится oblivion вот лучшая игра skyrim вот и что не менее странно но по мнению многих олфагов самая лучшая серия это именно забыл как называется не oblivion а маравинт вот маравинт самое лучшее играть я буду на легком уровне сложности компания почему на легком уровне сложности но потому что на тяжелом уровне сложности игра затянется на долгие часы как вот я сейчас записываю гайд который у меня к сожалению затянулся уже часов наверно на 15 наверно да если просуммировать все видяшки есть конечно еще не выложил но выложу еще до прохождения то же самое кстати про готику могу сказать вернусь к предыдущей теме что есть уже и там было и готика 4 и прочие игры да и дополнение к 4 готики и и третья есть которые все не взлюбили мне 3 понравилась она классная конечно вот по настройгирующим показателям то мне больше всего нравится вторая вот первая не сильно и хуже она в принципе тоже очень хорошая вот энциклопедия исторические корабли гордость альбиона этот прототип построенный корпорации джон ферсон в 2932 году был настоящим шедевром изготовленным на основе чертежей инженера балла джи большая гибкость режимов работы двигателей также как и исполнение систем вооружения щитов и корпуса сделали бы его прекрасным выбором для любой военной организации эта модель однако так и не поступила в массовое производство из-за крайне высоких затрат при изготовлении основной конструкции речь идет о моем корабле кстати единственный прототип был приобретен аргонским правительством и сыграл важную роль в земном конфликте ровно как в революции корпорации плутарх в альбионе где он был зарегистрирован на теладе по имени фалос дисанас хуунас последний раз корабль видели сильно поврежденным в сражении с плутарх майнин корпорейшн после чего он считается пропавшим без вести во время боевых действий никуда он не пропал думаю нужно будет дополнить энциклопедию энциклопедия история революция в альбионе сразу же после неожиданного и судьбоносного закрытия врат в 2947 году корпорация плутарх майнинг подняла вооруженное восстание против аргонских войск находившихся в солнечной системе альбиона аргонские войска отрезанные от родных систем не смогли вызвать подкрепления и были разбиты после чего пмк учредила временное правительство несмотря на то что альбион в течение нескольких десятилетий был отрезан от сети врат правительство пмк добилась огромного успеха и принесло богатство процветания и безопасность всему населению системы примечание статья заблокирована обновления не допускаются да да это мы уже слышали что-то летит в меня это тапсула ладно прежде чем я скажу ише ее кстати зовут иша я все время забывал и помню что-то такое связанное с сашей но иша ее зовут это в прошлом видео я показывал про аддоны которые у меня есть и которые я буду использовать вот сразу скажу что буду использовать определенные аддоны которые будут казаться очень читерными ну то есть дополнение и кто хочет их посмотреть весь список посмотрите предыдущее мое видео там я под в общем то и все показала решил вначале показать именно этот гайдик он длинный конечно часа на 3 вот но и не совсем компактный я люблю долго поговорить долго подумать вот и ну прям стратег пошаговые честное слово и в общем то можете ознакомиться со списком аддонов чтоб вам не казалось что за фигня откуда это берется почему все не так как у меня и так далее вот это моя сборочка дополнений она мне нравится и она в меру казуальная в меру хардкор на и в меру всего короче это о чем шла речь здесь я вначале говорил с эти про готику что мол олдфаги любят старые готики первые вторые не я не успел договорить просто по этому поводу вот хотя 3 очень даже неплохая когда вышла 3 и и встретила такая же судьба как от x-reverse то есть она вышла очень забагованная очень плохая вот и естественно сразу пошли множество людей и хотите во первых она была полностью отличная от предыдущего варианта до готика 3 вспомните она была совсем другой она была далеко не второй готикой там был большой открытый мир в отличие от замкнутой системы в одного острова холениса во второй готики грубо говоря а в первой готики там вообще варьером все ограничено было вот поменялось все щиты появились механика боя поменялась механика торговли поменялась механика квестов поменялась там больше было стало похоже на elder scroll чем на готику с ее атмосферностью но в общем то еще и с учетом того что там было множество багов конечно дело плохо начали говорить об этой игре об готики 3 и просто за нее как бы все захейтили все обосрали и забыли вот и никто в нее уже на мне играл кто-то там может быть зашел нее поиграл сейчас она существует еще на стрима до нее в нее до сих пор играет как его вторую готику играют до сих пор и я играл и у меня даже видео есть про первую вторую третью готику вот я третью готику проходил несколько раз и даже на самом высоком уровне сложности и даже с альтернативным балансом и альтернативным искусственным интеллектом вот и патчи выходили еще там очень множество новых патчей выходила вот то есть она обновлялась та же самая механика система идет и здесь та же самый тот же самый случай грубо говоря та же самая беда был очень хороший и очень классный вариант это x3 да там три части было там было и там земной конфликт короче и еще какие-то там юниры там короче можно было даже на землю полетать там юпитер сатурн взять эти вот планеты земля все было луна возможно даже было это все там было естественно все от нее фанатели она довольно таки хардкорная сложная на больших здоровенных кораблях можно летать и тут на на тебе x3 бёрс графон лучше лучше а все остальное хуже во первых тебе уже не дают возможность летать на больших кораблях на тебе скунса этот корабль да и летай на нем блин я же хочу большой корабль я хочу грузовым кораблем играть я хочу там торговать я хочу там руду дамы еще что-то там делать но нет на тебе маленький корабль вместо там типа и там я уже не вспомню как назывались корабли в третьем иксе тому типа слоны дамы еще что-то короче ну здоровенные такие гипер гигантские кораблища которые могут уничтожить сами целую армию а тут на тебе блин маленький кораблик блин и все скунс еще назвали ну понятное дело еще и багов было кучу искусственный интеллект был не черт и лагала игра страшно у всех она до сих пор лагает даже на средних компах ну в общем то говоря ну все плохо вот считай взялись и другую игру создали совсем название другое игра другая людям не подошла короче я начал именно с этой игры то есть первым делом я такой думаю я хочу поиграть в серию x хочу еще не быть космическое пострелять я не знаю почитал у классная игра там торговля вся фигня думаю вот это то что мне нужно начал выбирать какую же версию мне скачать вот и сильно не смотрел комментарии просто посмотрел что самая последняя x-rebirth бланта время самая лучшая графика я посмотрел скриншоты она натуре классная по сравнению скриншотами с третьей части как это чмошная херня вот в общем я решил играть в x-rebirth сел не играть мне на сразу понравилось сразу зашла прям сразу вот все идеально классная вот я ее даже прошел там станции дел там че торговал короче там увлекся полностью очень очень понравилась игра после этого думаю миша начинают типа все рассказывать что x-rebirth это же говно вот самая классная игра x3 скачал я все x3 они у меня сейчас до сих пор есть я возможно даже про них буду видяшку снимать может быть буду разбираться в них станции строить тоже поразбираюсь я просто не разбирался причем потому что я сел них поиграть и она мне не зашла ни одна она просто вот ну какая-то не такая она скучная слишком долго летать здесь вот эти вот вот все хейтят здесь туннели эти трассы да вот которые мы сейчас видим вот все ее хотят эту фигню говорят есть даже аддоны во первых таки можно было в этом сказать об этом сказать про видео про аддоны который убирает эту полоску то есть эту трассу и ты просто быстрее летаешь как это было в x3 ты просто быстро летишь на ускорителях и все в x3 там даже ускорителя особо не было там был ускоритель времени он и здесь есть кстати вот и ты летал в чистом в небе то есть в чистом космосе без всяких там каких-то трасс и там был чистый хардкор конечно там станции было далеко видно и да там были как бы сектора грубо говоря что ты перелетал через с врата в разные сектора и в общем то там было как шахматная система кто захочет там посмотрит карты x3 там просто идет шахматы ты из клетки в клетку из сектора сектор просто перелетаешь один за другим один за другим один за другим и если честно мне показалось это очень скучным здесь как-то вот атмосфернее здесь сектора очень мало здесь их ну со старта там штуки три там четыре да допустим там чуть полетаешь их больше в x3 там этих секторов там штук наверное дохрена короче там 20 50 тысяч а не знаю сколько их там штук я уже я просто не играл не знаю здесь их мало секторов но при этом как при этом каждый сектор он уникальный вот по мере прохождения этой миссии вы посмотрите и дефриз обалденная локация о микрон лиры обалденная локация даже альбион с ее планеты здоровенной обалденная локация просто хоть она мне немножко тут переделана с помощью аддонов так вот вернемся к нашим значит кексу она сильно реберс она сильно конечно недооцененная и ее просто захейтили и в нее принципиально люди не играют потому что видите ли третье лучше да поиграть и посмотрите на классно играть чуть-чуть чуть-чуть и и так хитит она красивая интересная вот я сейчас нахожусь где-то он в осколках кораблей тут была большая битва и в этих осколках судя по всему мой герой и как же его зовут от оттана там короче по миссиям тоже поймем вот он нашел этот корабль среди обломков который принадлежал последний раз куплен был кем кем там говорилось аргонцам до казалось бы аргонцы меня связано с аргонцы это какие-то там ящери причем там показывали картинку ящеров на самом деле ящери это не аргонцы ящеры это ты ладе вот аргонцы это люди люди которые в давным-давно были отделены от земли вот там во время войны с терраформерами я точно историю рассказывать не хочу и не знаю ее дело в том что там еще была первая часть икса где об этом более подробно рассказывалось были такие созданные абсолютно искусственные интеллекты как эти терраформеры да то есть людям задолбалось им заселять планеты постоянно да там следить за ними они придумали роботов которые собственно терраформируют для них планеты а те потом прилетают на готовенько сразу жить на них колонизировать в общем и все идеально но этот искусственный интеллект восстал пошел воевать против людей грубо говоря и не только против людей ну там а против людей собственно и эти терраформеры стали наименоваться что-то типа ксенонами здесь мы их будем иногда встречать этих сенонов по миссиям это роботизированная раса что-то похожее на скайнет какой-нибудь или что-то типа того вот и к чему все я веду в походу в ходе этой войны были разрушены некоторые врата то ли еще какого-то конфликта в общем свое время там короче вид если эти врата до между локациями вот аргонцы это отделенные от земли люди они жили и развивались параллельно земля нам и в свое время даже у них была война аргонцы воевали против землян аргонцы это тоже люди тоже грубо говоря земли только очень 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 давние предки и очень очень давно они земле ничем связанные не были они там жили на своих других планетах каких-то вот тоже точно не скажу но примерно что было понятно кто более сильно увлекается лором может мне поправить их то кому интересно тоже поищите эту информацию в интернете есть куча видяшек по этому поводу и очень куча информации я просто опять же таки не проходил предыдущие весь серии поэтому я не могу точно утверждать что там да как там вот знаю что была какая-то война между людьми и аргонцами земной конфликтом назывался да знаю что ксеноны обезбашенные психи у роботы убийцы которые все хотят убить вот и в общем-то на этом казалось бы все но врата в данной версии да вот что мы сейчас видели в заставке были разрушены врата и отрезали грубо говоря аргонцев от всего остального то есть мы сейчас находится находимся в альбионе вот значит есть некоторые крупные корпорации вот которые взяли под свое взяли все свои руки короче и не дали людям просто так умереть они просто начали развиваться все с ноля то есть полностью обеспечивать всех людей всем чем им нужно грубо говоря отделенные от основной цивилизации там какой-нибудь аргон прайм или еще что-нибудь грубо говорят то есть от всего отделенные это шахтерские станции шахтерские сектора где собственно добывают руду и так далее вот здесь есть и свои нюансы есть некий плутар есть некие там еще всякие короче тут будет свой свой своего рода конфликт в нем мы можем по чуть-чуть разбираться грубо говоря возможно каких-то диалогах возможно еще в чем-то вот есть просто тут две группировки это сердце альбиона и плутарх малень корпорейшн и вот они между собой воюют мы не враги ни одним ни другим на данный момент но при этом со временем конечно с футархом придется поссориться но это будет позже здесь видимо какая-то была война я вот не пойму вот он один баллар вот второй баллар выглядит рабочими осколки конечно видно что разбитые и вот эти вот баллары не пойму они сейчас уничтоженные здесь летают или это или это боевые корабли которые счета здесь ждут и хотят что-то на кому-то навалять и если честно непонятно радар у меня не работает карта скорее всего тоже в общем нашел я этот кораблик вот он принадлежат принадлежал армии аргона и лишь или кому-то конкретному и ну кто внимательно смотрел видяшку тот и поправите меня грубо говоря и я его нашел и теперь хочу его то ли впарить то ли еще что-то в общем я такой своего рода человек который зарабатывает чем может такой и не бандит и не добряк просто собираю металлолом сдаю фиг его и тут хоп девушка аша попала какую-то беду и на спасательном контейнере летит ко мне я предлагаю пристыковаться здесь есть стыковочный порт но я не уверен что он работает пиша с тобой все в порядке да все в порядке спасибо как оказалось в этой капсуле на меня напали на скоростной магистрали все произошло мгновенно возможно они все еще рядом я проверил здесь был только твой корабль мы можем отправиться ближайшей станции но это займет кое-какое время корабль не в самом лучшем состоянии если они заявятся нам придется туго разреши мне взглянуть зашибись на вариантах зашла и все мой корабль даже туалет есть классная картинка первый раз вижу офигевшая чувствует себя как дома иша или как там ее зовут если это часть коварного плана чтобы украсть мой корабль то лучше бы ты подождала пока я закончу ремонт а ты не шутил тут действительно бардак ты инженер техник я работала на сердце альбиона занималась проверкой безопасности рабочих зон кораблей производственных линий и так далее и шатарен рэн а тани и если я не ошибаюсь это гордость альбиона а ты разбираешься в кораблях он был брошен я нашел его недалеко отсюда а теперь пытаюсь починить и какой-то шутник решил что будет смешно если перекодировать его позывной в альбионский скунс мне наверное надо сообщить своим что со мной все в порядке ничем не могу помочь я как раз искал тут запчасти для передатчика возможно нам лучше отправиться на станцию мы тронемся в путь как только я прогрею двигатели отрибатировать альбионский скунс мы летим мы можем управлять а где делался тот баллар не вижу ускорителя у меня нету вот он баллар извини это всего лишь корабли по мк покинувший магистраль уже почти все что у тебя ускорители не работают да не самого начала не работали кажется что а вот и ускорители такой чёрт это было делать это были корабли службу безопасности плутарха они не спустят с рук что им вот так вот подпалили задницы расслабься так сразу они не догонят слушай на станции неподалеку у меня есть приятель подбрось меня туда и мы вернем в строй большую часть твоих систем ну-ка посмотрим проверим теперь маневровые двигатели должны быть более отзывчивыми вроде нормальные корпус говняный конечно как ты это сделала половина твоих систем работала в безопасном режиме ты добыл корабль в бою я нашел его в таком состоянии можно отправимся на эту станцию давайте посмотрим что у меня за корабль вообще собственность у меня 100000 корабль альбионский скулс интересно его можно переименовать его можно переименовать вот так вот улучшение сбалансированный двигатель мк-1 равномощный щит мк-1 базовый сканер и в собственно все больше у нас ничего нету летим магистраль по заданию сначала если они где мы находимся тут уже к нам летит вражеский раханес контейнеровоз находимся мы в секторе дозор альфа недалеко а кстати от врат врата находится у нас по-моему где-то здесь если не ошибаюсь где-то раханес контейнеровоз пролетел вон он красавец раненый контейнеров контейнеровоз наверно перевозчик энергии уху меня тут мнули воу 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 не повторим вариант какой был сишей меня зовут ренатани до впереди колония бесплодные земли не очень уютно но достаточно гостеприимное место Красивая по-своему игра Битв здесь было очень много Напомню, что играю я на минималках Поэтому на Мини карте вы видите вот такой вот ужас Квадратный На самом деле на мини карте, если играть не на минималках Но у меня, к сожалению, она Тогда очень плохо записывается Играется комфортно, FPS вся фигня Но дело в том, что у меня, если играть не на минималках Начинает идти перегрузка по Кодировщику И игра начинает на записи Очень сильно лагать Она и так будет лагать Ну а так будет еще сильнее Мы перегнали походу этого Контейнеровоза, перевозчика энергии Где он, блин? Где-то, наверное, за станцией Ладно Тут вон какая-то битва была Полетим дальше Мы все там же Только чуть выше Локация Прилетим сюда Починимся Базу данных бортового компьютера Местоположение Дока Добавлено в базу данных Это Альбионский Скунс Прошу разрешение на стыков Стыковка разрешена Энциклопедия Карта Колония Бесплодные земли Колония Бесплодные земли Это один из самых старых Рудников Альбиона Первоначально Это был большой Астероид С высоким содержанием Руды Который в В 1942 году Был колонизирован Плутарх Майнин Корпорейшн До того Как Альбион Был отрезан От остальной части Вселенной В результате Закрытия врат Колония Служила Неофициальной Столицей Так ты хочешь Чтобы я латал Тебе эту жестянку Бесплатно? Ничего особо Серьезного И полагаю Что заслужила Пару-тройку Ответных Одолжений Я должен тебе Одну Всего Одну Услугу От тебя Одни Неприятности Ладно Чувак Я приведу Твой корабль В порядок Это включает В себя И оружие Но никому Ни слова Откуда оно взялось Здесь Можно найти Кое-какие Компоненты Которые Мне понадобятся Поищи их Пока я тут Ковыряюсь Мальчики Не буду вам мешать Ох уж Это Иша Иша Примерно Вот так Вот Выглядит Корабли Если не ставить Капитан Мостик Вот Мостик Капитанский Ну Только Не станцию Ты видишь Из окна Космос Инженер Инженер И у нас кто Начальник полиции Серьезно А зачем ты нужен Привет пилот Мы можем предложить Все что вам нужно А лицензии продает Пожалуйста Покажите мне Ваши лицензии Договорились Это у нас Плутарх Майнинг Кстати Полицейский Плутарх Майнинг Находится Прямо Впритык Сюда И чинят Ребионский Корабль Грубо говоря Вражеский Ну тут Такое Если честно Не Состыковочки Вы знаете С тех пор Наука Значительно Продвинулась Вперед Да я знаю Это как Феникс Восставший Из пепла Развитие Идет Семимильными Шагами Ну Не буду Про прыжковые Двигатели По технологии Ускорителей Транспортные Потоки Произошел Огромный Скачок В сфере Ближних Перелетов До уровня Трафика Который Мы Наблюдаем Сейчас Еще Сто лет Назад Такого Не Было Я Тебя Внимательно Слушаю Ну Давай Побыстрее Упомянут Про магистрали Магистрали Существуют Уже Примерно Лет Тридцать Да Их Число Постоянно Растет У Тебя Хорошо Подвешен Язык Так И Хочется Спрошу У нее Обновление Торговых Предложений Так Ладно Ну Нас Сейчас Интересует Больше Пособирать В сундучках Всякую Муть Поворовать Тут Можно Кстати Провести Взлом Но Взлом Я не Могу Сделать Мне Нужны Там Специальные Штуки Скрафтить Тогда Можно Было Взломать И Это Дало Какое Преимущество Механик Торговля Двигатели Щиты Оружие Сканеры Программы Переделка Кабины Я бы Переделал Кстати На Боевой Но Сделаю Позже Потому Что У меня 100 тысяч Всего На Все Модификация Оружия Нашли Видимо Мы То Что Искали Спасибо Раз уж Мы взялись За это Надо Делать Как Следует Теперь Тебе Стоит Подняться На Борт И Проверить Как Все Работает Пообщаемся Не Она Сама Ничего Но Рядом С ней Жизнь Не Бывает Простой Она Сказала Мне Что Она Из Сердца Альбиона Звучит Вполне Респектабельно Да Но Не Сказать Чтобы Сердце Альбиона И Плутарах Были Лучшими Друзьями Так В ее Мир Только Попади Сердце Альбиона Или Вынудит Тебя Заняться Благотворительностью Или Втянет Кибертерроризм Но Скучно Точно Не Будет Спасибо За Помощь Вот Плутарх И Сердце Альбиона Воюет Между Собой Могу Увозиться С тобой Весь День Давай Проверяй Корабль Все Вроде В Порядке Орудия Исправны Давай Пробежимся По Системе Указания Сохранение Как я уже говорил Сердце Альбиона Сейчас В жестком Меньшинстве Они Формально Проигрывают Так Тут Какая-то Война Идет Нам Сказали Пострелять По Метеоритам Чуть не сильно Ну да Согласен Согласен Ну тут их немного Причем Причем они пустые По-моему Ну что Это Удалось Кем-нибудь Связаться Да Не знаю Что со мной Все в порядке Не хотелось Тебя Обременять Но не мог бы ты Отвести меня К ним Это недалеко Отсюда Ладно Конечно Учитывая Как здорово Ведет себя Скунс Это меньше Из того Что я могу Для тебя Сделать Спасибо Я отмечу Место В системе Навигации Корабль Сердце Альбиона Встретит Нас Чтобы Забрать Меня Избавимся От Нее Побыстрее И спасибо Ей за Корабль Ничего Постоянного Работаю Постан Скорее Чтобы занять Себя Чем Заработать Денег А Наемник Не так Плохо Если Можешь Найти Достаточно Работы Мой Отец Много лет Работал На Путарх Майнинг Корпорейшн Глядя На то Каким Он Стал Нервным Я Решил Что Тянуть Лямку В Корпорации Это Не для Меня Он Скончался Но Оставил Недостаточно Чтобы Я мог Сам Решать Чем Хочу Заняться Если Тебе Нравится Тратить Время На Ремонт Старых Кораблей То Тут Есть Неплохой Образчик Кто Ну Ладно Что Бо Это Не Значило Узнаем Немножко Что Мой Герой Которым Я Играю Да Ренатани Не Очень Тоже Любит Плутар За 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 То Что Как Б Он Короче В общем Недолюбливает Понял Понял Информация Объекте Добавлено Данных Бортового Компьютера Они ждут Нас Это Здоровенный Араун Сидит Такой Скрытый Врата Ну Неподалеку Отсюда Припаркован Мой Грузовой Корабль Ты Не Против Если Мы Отправимся К нему А ты Пока Объясни Что Происходит Ну За Такие Деньги 100 1000 Я Если Честно Когда Играл В Первый Раз В Сюжету О Прикрыть Нашу Лавочку Как бы Сказать 200 100 1000 Это Очень Маленькая Плата За Перевозку Человека Есть Квесты Намного Выше Кстати Квесты Которые Я Почему То Не Беру Вот Возьмите Перевозка Пассажира Заберите Пассажира Вы Доставите К месту 489 1000 Вот А мне Заплатили 100 1000 Рацион и Питание Такое Я кстати Возьму Это простой Торговый Рейс Никаких Сложностей Для того Кто Знает Что Делает Вот Ну То есть Видите Сами Что Меня Реально Надурили И Мало Денег Дали Да Тут Серьезный Конфликт На самом Деле Вот Эта Девочка Она очень Опасная Вот И Опасно Просто С ней Даже Вот Быть Потому Что Меня Могут Плутарх Нынешняя Власть Короче Как бы Ну Нынешняя Власть Да Для них Сердце Альбиона Это Враг Причем Враг Внутри Внутри Нашей Как бы Внутренний Враг Грубо говоря То есть Это Террористы Это Всякие Вот Оппозиционеры Военные И так Далее И То Что Я Сейчас Катаю Для Меня Это Очень Опасно И Видите Тут Все На самом Деле Очень Законспировано Все Очень Важно Секретно И так Далее То есть Мой Герой На самом Деле Уже Не Рад Что Он Здесь Связался Потому Что Все Может Обойтись Очень Плохо Печально Для Него Если Плутарх Знает Что Я Помогал Врагу Они Просто Навсего Сделают Меня Тоже Врагом Народа Вот У меня Слава Бог Здесь Неподалеку Есть Корабль Как Я Уже Рассказывал Не раз И Уже Не знаю Буду Ли Еще Рассказывать Когда Я Получил Этот Корабль Первый Свой Я Был Просто В шоке Он Здоровенный Офигенный Корабль По сравнению С моим Маленьким Чмошным Вот Торговый Корабль У которого Есть Орудия Броня Тяжелые Щиты Вся Фигня Так Сюда Лечу На самом Деле Я Лечу К Станции А у меня Это Задание Немножко Другое У меня Это Задание Вот Это Вот Найти Свой Корабль Вход Далекий Дым В Другую Локацию Нам Лететь Но Я Возьму Здесь Посмотрю Еще Рационы Питания Возьму Если Ты Можешь Помочь То Ты Ответ На Все Мои Молитвы Вот Станции Я Брать Не Буду Квесты Я Взял Квесты На Доставку Ресурсов Так Как У меня Сейчас Будет Свой Контейнеровоз Перевозчик Энергии Я Смогу Перевозить Контейнера То есть Рационы Питания Энергию Об этом Подробнее Мне Можно Посмотреть На Предыдущих Моих Гайдах По Торговле И Прочей Фигне Захлопни Варежку Пойти Суверенный Синдикат Мутит Воду Нам Лучше Сохранять Дистанцию Грянь На Карту Проверь Куда Они Направляются Суверенный Синдикат Это Местные Бандиты Станции Больше Нет Плутарх Отправил На Переработку Все Что Не Требовалось Для Производства Кораблей Пойду Пособираю Что там Осталось После Синдиката Своим Мощным Магнитом Звездные Вспышки И полетим Дальше Сквозь Это А Мы Получается Зигзаг Сделали Что Я не пойму То есть Это Кратчайший Путь Был От Одной Части В Другую Да Мы Были Здесь И Чтобы Отсюда Перелететь Сюда Отсюда Сюда Да Тут же Туннель Идет В Другую Сторону Вместо Вместо Того Чтобы Вот Так Вот Облетать Мы Решили Просто Полететь Другую Локацию Прыгнуть В одну И Прыгнуть В другую Офигенно Просто То есть Вообще В другой Сектор Через Гиперврата Прыгнуть Ну не Врата Как Это Называется Миллионы Километров Блин Так Наверное Здесь Посмотрю Квесты Отвести Пассажир Уничтожить Экскорт Требуется Руда Руду Я не буду Брать Ну и Станции Тоже Я строить Не буду По крайней Мере Не здесь Точно А может И здесь Построить Здесь Тихая Спокойная Темненькое Место В общем Я подумаю Стоит ли Мне вообще Станции Строить Может Одну Построили Чистую Электрическую Станцию И все Под Добычей Электричества Электростанция Солнечная Всего лишь Нужен Один корабль Контейнеровоз Перевозчик Энергии Достаточно С головой Чтобы Прям все Обеспечивать Вход Вход Далекий Дым Блять У меня Другая Миссия Это Думаю Что Мне туда Послали Это Забываю Что Все Имеет Привычку Квесты Переключать Переключаться Между этими Между Квестами Выпрыгиваем И Перелетаем Следующую Разрядка Мин Сейчас Не буду Заниматься Уничтожением Мин Хотя Скорее всего Придется Только Попозже Когда Мне нужны Будут Деньги Сейчас Мне Деньги Не Нужны Поэтому Только Торговые Квесты Буду Набирать Имея Свой Большой Корабль Я Еще Облетаю Потом Все Эти Локации Собственно Подобираю Здесь Попокупаю Торговых Агентов Либо Наверное Поставлю Вообще Для Максимального Облегчения Прохождения Игры Поставлю Себе Патч Активирую Который Собственно У меня Будет Автоматически Добавлять Агентов Считаю Что это Нормально Для Прохождения Квестов Зданий Не Туда Я Влетел Не В Ту Грубо Говоря Магистраль Поэтому Сделал Такой Большущий Крюк Сам Удивился Так Во-первых Посмотрю Здесь Квесты Руда Не Хочу Строй Не Хочу Вот Эти Все Механизмы Какие Квесты Брать Какие Не Брать Я Все Рассказывал В Гайдиках В Предыдущих Видео Так Что Можете Посмотреть Вот Мой Красавец Рахани Контейнеровоз Я часто Использовал Для Торговли Все Недосуг Было Нанять Экипаж Нет Не Мои Они Летят Сюда Она Попросила Меня Убить Их Полагаю Они Увидели Бездвижный Корабль Решили Что Его Будет Легко Украсть Надо Проверить Ближайшие Станции Там Обычно Достаточно Опытных Капитанов Которые Ищут Работу И вполне Способны Управлять Кораблем Дай-ка Я угадаю Ты имеешь Ввиду Кого-то Конкретного Ничего Конкретного Но думаю Что я могу Дать тебе Верное Направление Без Возле 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 Тяжелого Генератора Две Пушки Находятся Возле Пряжкового Двигателя Собственно И возле Самих Двигателей Двигателей Всего Два Сносятся Буквально На тяжелом Ровне Сложности За Одиннадцать Ракет По-моему Если не Ошибаюсь Я считал Потом У нас Четыре Пушки Здесь Восемь Маленького Генератора Антенна Ну Спереди У нас Дроны Вылетают Друбо говоря Тоже Если Собьешь Дроны Вылетать Больше Не будут Вот Ну Такой Кораблик Друбо говоря Полетим Искать Капитана Для Моего Корабля Похоже В базе Данных Нет Информации По местным Объектам Ты будешь Получать Информацию Об объектах Рядом с Которыми Окажешься Например О станциях Это я знаю Да Спасибо Сейчас идет Большое обучение Большей степени Блин Вот зря Я поспешил И сбил Те два Дроида Она Должна Была Сказать Мне Что Мол Нужно Бы Неплохо Уничтожить Кстати На тяжелом Уровне Это не так Уже Легко Сделать Уничтожить Строй 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 Отвести Ну а Заминированные Астероиды Кстати Квесты Хорошие И халявные Вот этот На 759 Я Пожалуй Возьму Довольно Таки Выгодный Не каждый День Такое Видишь Если честно У меня Всего 200 тысяч А там За квест Дают 700 Ну Согласитесь Блин Ты будешь Получать Информацию Об объектах Рядом С которыми Окажешься Например О станциях Иногда Можно Найти Скидки Это Впоследствии Окупится Да Ну Это Такие Мелочи На самом Деле Скидки Искать Такие Тонкости Стыкуйся И поищи Капитана Это Альбионский Спунц Прошу Разрешение На стыковку Стыковка Разрешена Добро Пожаловать На борт Не стесняйся Попробуй С кем-нибудь Поговорить Не верь Всему Что тебе Скажет Особенно В том Что касается Их Квалификации Если Я хочу Кого-нибудь Нанять Или заключить Хорошую Сделку Я обычно Стараюсь Умаслить Собеседника Ну да Это Речь идет Как раз Такие О том Моменте Когда у тебя Нет аддонов И тебе Не показывается Какой Насколько Хорош Капитан На самом Деле Офицер Обороны Я об этом Рассказывал Про Видео Про Собственно Аддоны Чаще всего Они все Ну не говорят Вообще Ни о чем То есть Не говорят Какого Они Сколько У них Звездочек Насколько Хорошая У него Не логистика Собственно Ну сейчас Посмотрим Короче Иша Хватай Все Что Не заперто И Не Приколочено Да Что С тобой Если Не боишься Испачкаться Загляни И в Вентиляцию Ну Блин Я и так Все Хватаю Честно Привет Вот Если спросить Что вы Умеете Навигация У него Ну Четыре Из пяти Грова Говоря Вот Это По Наводке Иши Да Получается Если Я уже Рассказывал Об этом Несколько раз Чтобы найти Хорошего капитана Это я сейчас Вижу Сколько у него Звездочек Потому что У меня стоит Дополнение Ну то есть Аддончик Без этого Аддончика Я не могу Увидеть Сколько У него Звездочек И я об этом Узнаю Только когда Уже Найму его И он только Тогда скажет Ну вот Такое может быть Что у меня Будет капитан С одной Звездочкой Навигации Ну такое Говно Что Ну его Нафиг То есть От навигации Зависит Маневренность Скорость Корабля То есть Это очень Все очень Важно На самом деле И Чтобы найти Хорошего капитана При этом Если у тебя Все зашифровано Не знаешь Какие у него Характеристики Нужно либо Покупать Кучу капитанов Нанимать А потом Увольнять Самых Бестолковых Вот Либо Либо Вести Шведские Разговоры Светские Разговоры Да И В ходе Победы В мини игре Ты получается Можешь Спросить У У кого Нибудь Ну с кем Ты будешь Общаться Собственно Не важно С кем Есть ли у него Знакомые Хорошие капитаны Например И он тебе Подскажет Там у него Тоже будет 4-5 звездочек На самом деле Нанимаю вас Десять тысяч Ну в принципе Халява Давай уж Не подведи И сам пойду Итак У нас есть капитан Ну по заданию Нам его нужно Отвезти назад Судя по всему Я же правильное задание В этой зоне И о торговых предложениях На станциях Можно сохранить В компьютере Иногда Можно найти Скидки Это впоследствии Окупится Говорила уже Плазма Где я тебя Рожу Эту плазму Я уже не на станции Это альбионский скунс Прошу разрешения Капитанский мостик Немножко не по канону Конечно Откуда у меня У моего грузового Контейнеровоза Перевозчики энергии Такой отряд бойцов Доставить капитана На этот Доставить капитана На этот корабль Делается это Довольно таки просто Вызвать удаленно Связь Работать и здесь И вернуться на корабль Добавь этот корабль Свой отряд Корабль присоединившийся К отряду Будет следовать за тобой Да он мне не нужен В отряде Ну ладно Раз такое задание Приветствую вас Чем могу быть полезен Сэр Присоединяюсь к вашему отряду Если хочешь Там можно также найти Инженера и офицера обороны С ними корабль Будет действовать эффективнее Слишком поздно У нас гости Похоже Пиратам стало интересно Что случилось С их дронами Лучше защищайся А слабо починить Ракетную пусковую установку Она не повреждена А просто Деактивирована Это может выйти боком Стоит попробовать Ракетная система активирована У нас всего несколько ракет Эти захватывают в наведение Твою цель Выбери один корабль И подорви его к чертям Ну давай Не за это дорого заплатишь Блин промазал Бе-бе-бе Не бегут Не убежишь Е-мое Как на легком уровне сложности Легко их сбить Блин Слушай Я еле успел Блин это Вот кстати капсула Она полетела Прятаться И она кстати Стала нейтральной Сейчас примагните Моим мощным лазером Не особо помогут Против истребителей Но отлично подходят Для нанесения урона Крупному кораблю Когда ты меняешь тип ракет Им требуется время Чтобы прийти в готовность Ну это обычные обучалки Мне повезло У меня маленький корабль Да мел Слава богу Я его не уничтожу Он не пострадал Клянусь Меня даже щиты не сняли По-моему Если не ошибаюсь Я найму пилота Это сейчас Мне кажется Очень важно Об этом нету К сожалению В обучениях Слушаю вас Покажите пожалуйста Ваши навыки Договорились Офигасить у него Навигация блин И боевые Характеристики Очень хороши Я воспользуюсь Лайфхаком Который я уже Показывал Если мне лень Лететь За Кем-то На станцию Я найму его Прям с корабля Слушаю вас 30 тысяч Так Я на борту Так Я не пойму Где мой корабль Неужто кто-то угнал Немножко дальше Да Он конечно Очень сильно раненый Захватить Дебил И тебя я нанял Ты же говорил У тебя там Супер крутые Характеристики В плане полетов Обрезаешься Это блин Прям в меня Так Теперь у меня есть Кораблик У меня есть аддон Который собственно Починит его До 75% Я наверное Не хочу Чтоб он за мной Летал Потом продам Соединяем Есть сэр Я на пути к вам И присоединюсь К вашему флоту Новый корабль Насчет работу Согласно имеющейся Уме приказам Так Ну мне сказали Еще инженера Нанять Причем Пофиг какого Судя по всему Это альбионский спунс Прошу Разрешение На стыков Еще я найму Инженера Прям отсюда Не хочу Ладить По станциям Пойдет Найти инженер Нашел я инженера Че ты Или тебе нужен Какой-то особенный инженер Тебе ж не особенный Инженер нужен Любой Ну что-то По всему Любой Так Я на борту Ну тоже Наверное Посадить его Инженер Связь Принято Занимаю пост На новом месте Ну Не нравится Что-то Ладно Пойдем Искать Инженера Как ты Хочешь Видимо Ей нужен Личный Контакт Божь Божь Какой же медленный корабль Есть Есть у вас Инженер Есть у вас тут инженеры Я к вашим Я к вашим услугам Покажите Покажите пожалуйста Ваши навыки Покажите пожалуйста Ваши навыки Покажите пожалуйста Привет мы можем предложить Все что вам нужно Я к вашим услугам Покажите пожалуйста Ваши навыки Покажите пожалуйста Ваши навыки Покажите пожалуйста Ваши навыки Покажите пожалуйста Ваши навыки я могу помочь блин с 4 немножко простыл блин весна на а нам нужен инженер нет для станции нет для блина корабля нам нужен инженер починить наш корабль туда подошел бы любой туплю я уже подошел бы любой инженер ладно полетим к этому ближний свет приставок я играл буквально вчера на нормальном корабле на нормальном скунс с этими мк4 движками мк4 блин щитами или 3 этот инженер пойдет починить корабль 2000 на починку корпуса до встречи теперь найти офицера обороны еще рациона питания как насчет того чтобы найти офицера обороны ну да спас он нам конечно ну ладно он сейчас будет стоить кучить бабла у меня столько денег не будет найти офицера обороны для раханис перевозчик энергии и контейнеровозовый перевозчик энергии сейчас тоже включаем чит вернее лайфхак и и находим офицера обороны чем могу помочь покажите пожалуйста ваши навыки конечно хочу тебе нанять но у меня нету денег столько зашибись ладно к сожалению придется зарабатывать денег потому что денег у нас по нолям есть два варианта либо мы летаем уничтожаем мины вот а лед у нас что вообще сыпучая да нормально так денег хотят мне дать за него разминируем мины либо собственно мы перевозим контейнера разминируем парочку мин выполнить от реквеста заработаю стартовый капитал потому что без него вообще никак потом уже буду заниматься торговлей хоть у меня есть состав дали корабль хороший вход водные передаю координаты точки рандеву в идеале бы конечно хорошо бы поднять очень бабла прямо сейчас но дело в том что у нас сейчас будет обучение которое как раз таки будет нам рассказывать как это все реализовать грубо говоря в идеале конечно достаточно было бы просто перевозить контейнера или просто ну разминировать мины и все и больше ничем не заниматься только мины разминировать и все вход зловещая поэма передаю координаты точки рандеву квестов немного что-то крупная раханье сухогруз танкер слетает мне он сейчас не по зубам хотя легкий уровень сложности может даже по зубам но у меня я не инвестировал денег на то чтобы команду нанять без этого ну никак фиговое место лететь далеко слепит глаза вот это вот зареву от какой-то там солнце наверное и по моему этот квест спасение разбей то есть сейчас мне надо будет немножко помучиться то что мне нужно спасти корабль от которой мы сейчас летим спасать денег как даже для легкого уровня сложности ну крайне мало толком не объясняется где мне денег взять сам должен был догадаться не пойму спасти не разбей это не самый легкий квест конечно там стоит кораблик возле которого есть мины эти мины нужно вы ним выманить на себя подлетев к ним на расстоянии до примерно в таком расстоянии они будут ко мне лететь почему потому что там дальше на миникарте видно находится корабль если сразу уничтожить мины то они к сожалению зацепной реакции уничтожат и этот маленький кораблик и тогда задание будет провалено поэтому я сейчас каючу назад и 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 Отлично, я знала, что ты не подведешь. Не благодари. Шестьсот тысяч есть, шестьсот, ой, семьсот восемьдесят даже. Этого, в принципе, достаточно, чтобы нанять офицера обороны, но мы сделаем еще парочку квестов. Ну да, по разминированию мин. Куда он там лететь? Здесь по пути никаких проблем нету. Единственное, что движок у меня, конечно, говняный очень сильно. И в идеале неплохо бы купить новый двигатель, желательно форсированный, наверное. Мне что-то больше нравится форсированные, многие, конечно, берут сбалансированные либо вообще маневровые, но они нужны только для битвы, для того, чтобы играть, как мне нравится, мне форсированные движки лучше всего подходят. Да, мне появляются проблемы, когда я дерусь с другими кораблями, но, по крайней мере, нет проблем на преодоление больших дистанций. Сколько там опять лететь? Опять 25 км. Летим со стороны солнца, чтобы не слепило глаза. Ну, когда я буду сбивать мины. Тут сейчас проще, тут просто уничтожаешь все мины, это довольно-таки халявный квест. Надо все равно сохраниться на всякий случай, мало ли. Бывает, так вот летаешь, летаешь, потом ба-бак взорвался на мине, зашибись. Такое бывает. На пяти километрах они сейчас появятся. Ну, в принципе, их немного. Полетим вот эту сбивать. Дальность нашей пушки чуть больше двух метров. Мины, в общем-то, нам не страшны на таких дистанциях. Главное, не подлетать к ним близко. И держать их всех в одном месте. Я сейчас не очень хорошо, конечно. Летаю. Вон, одна меня даже заметила. Отлично. Я знала, что ты не подведешь. Так, еще один квест есть. Вот и подлетел мой корабль. А-а-а, что. А, тё, это доска объявлений. Думаю, что за фигня. Вот еще есть разминирование астероидов. Куда лететь? Немножко против ветра, поэтому полетим на корабле нашем. Быстрее будет. Это Альбионский спунс. Прошу разрешения на стыков. Доставь меня сюда. Че ждем? Че ждем? Ладно. Лететь в точку. Теперь он зашевелился. Хотя у меня такое ощущение, что я быстрее бы это сделал. Слушаюсь. Направляюсь в указанную точку. Продолжение следует... Конечно, не очень быстрый корабль, но и не самый медленный, кстати. Тут между очень быстрым кораблем и медленным разница не так уж прям сильно и видна по факту. Это не гоночка, где чуть-чуть движок мощнее, 15% и ты такой просто объезжаешь всех, как стоячих. Вход в смрад гористей. Передаю координаты точки рандеву. Это простой торговый рейс. Никаких сложностей для того, кто знает, что делает. Да, блин. Мажу. Астероиды. Ну астероиды надо гасить буровым лазером. Нас это уже учили. Единственная проблема бурового лазера в том, что у него дальность, конечно, полтора метра. А не, чуть больше двух метров. Будьте осторожны. Бьются, конечно, эти астероиды крайне сильно. Груз закреплен в аптеке. И минералов тут вполне достаточно. Как бонус. Груз закреплен в трюме. Груз закреплен в трюме. Груз закреплен. Я знала, что ты для этого подходишь. И репутацию попрокачиваем немножко. Так. Следующий квест у нас... Вот этот. Написано, что он очень сложный. Находится он, конечно, далековато. А не, далековато. Тоже на корабле полетим туда? Это альбионский спунс. Прошу разрешения на стыков. И так. Араканис. Чем я могу помочь? Вас понял. Сильно мы отошли от сюжета, если честно. Я все-таки буду иногда только набирать квесты. И в основном только торговые. Стартового капитала нам хватит за головой, чтобы здесь начинать что-то делать. Остальное, конечно, набью потом как-нибудь за кадром. на торговых квестах, на таких-нибудь там... Метеоритах, да? На минах. Станции торговой империи делать я не буду, конечно. Нафиг надо. Вход. Холодные пики. Передаю новые координаты кораблям сопровождения. Передаю новые координаты кораблям сопровождения. О как. Мы припарковались прямо возле этих... Возле квеста. Даже лететь далеко не надо. Груз загреблен в отсеке. Груз загреблен в отсеке. Есть мин, конечно. Это расположение мин, конечно. подо мной нету нигде еще прыжковые врата надо будет их разведать груз закреплен в отсеке отлично я знала что ты не подведешь чуть я не помню куда эти врата идут пойду разведаю сохранюсь 760 тысяч почти медали у меня уже два миллиона 700 и вот это реально большие деньги а не то что меня заплатили 100 тысяч типа на молодец типа отвези блин террористку кибер как это назвать кибертеррористку там и прочую херню блин отвези куда-нибудь чтоб тебя тоже обвинили в кибертерроризме бы на чё автопилот задействован вообще когда играешь в x3 я конечно в них мало играл там вообще очень все закручено вокруг этих автопилотов основа летаешь на автопилотах но когда играешь по миссиям не сложно заметить что врата здесь все отключены автопилот задействован со станциями теперь стыковаться не так не получается как это было в x3 только вот с кораблями можно так состыковаться боже ну какой же у меня чмошный движок блин как же тяжело с мк 4 тем более с мк 5 пересесть на мк 1 еще не еще не сбалансированный вернее сбалансированный не этот форсированный не знаю да как стыковаться с таким кораблем я чё так и подумал как я уже говорил и с помощью аддона переместил этот стыковочную часть поэтому он и не стыковался так ладно закажем нам до кораблей офицера обороны связь покажите пожалуйста ваши навыки чем могу помочь покажите пожалуйста ваши навыки ну этот пойдет собственно спасибо что наняли меня сэр я вас не подведу для не военного корабля особо это не важно не важно три звездочки конечно уже печально но 4 за головой хватает вон дрон прилетел мой тоже в замешательстве куда здесь привязаться к нему давай уже так глюченый этот корабль блин мне пофи зато удобно подумаешь немножко глючит ты у нас офицера породы нет принято занимаю пост на новом месте как насчет улучшить вооружение скунса это не военный корабль у нас уже есть пушки и ракеты что еще нужно пушки это одно дроны совсем другое возможно это не так уж и плохо выпутываться из неприятности на расстоянии точно ты можешь сражаться с ними издалека или с помощью хакерского дрона добыть на станции полезную информацию не спеши я не один из этих чудо хакеров как хочешь пропустишь все сплетни торговыми можно найти на станциях мне больше другой интересует я вижу торговый корабль не 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 бейте его блин он улетел ладно значит у нас задание купить дуа ассасин у продавцов дронов ладно это мы можем еще мы можем посмотреть посмотреть что у нас ничего нет ладно на данном этапе я я пожалуй сохранюсь и пожалуй я активирую себя аддон который автоматически обновляется торговых агентов вот он сейчас мне очень даже кстати будет вот кстати список всех аддонов более подробно можно узнать о них из моего предыдущего видео автотрейд агент вот мы его включим так автотрейд агент и по порядку я вам все квесты покажу ой квесты аддоны чтоб вы их все могли посмотреть описание подробно как я уже сказал предыдущем видео ну чтоб вы поняли с какими с какими аддонами я прохожу игру этот аддон даст мне возможность при маме в момент когда я подлечу к станции обновить все цены не просто обновить все цены а и посадить туда в станцию торгового агента который будет мне информировать все цены это сделано для того чтобы я быстрее мог торговать уже непосредственно потому что мины я разминировать не хочу у меня не будет времени разминировать мины поэтому мне нужно будет максимально быстро и четко освоить торговлю чтобы я по минимуму тратил на это все время иногда посылал на какие нибудь задачи свой корабль который у меня возможно пока что будет один может быть я потом когда куплю какой нибудь еще один кораблик вот может быть даже не скоро может быть даже какой нибудь захвачу не знаю посмотрим это все таки легкий уровень сложности захватить корабль здесь не проблема на самом деле так ладно опять услуги продавец дронов торгов торговать у меня есть для тебя кое-что нам нужен дала за синг двадцать четыре тысячи стоит на создатель есть создатель это по моему если не ошибаюсь сканеры да так же как и троян дуа созерцатель оборудован на чипе не важно известным как хакерский чип и широким набором различной сканирующей аппаратуры на сбис он способен обнаруживать и декодировать проводные и беспроводные информационные потоки а также производить в сети метем атаки которые практически невозможно обнаружить встроенный резонансный масс-детектор позволяет созерцателю получать невероятно подробную информацию о внутренней структуре цели в связи с тем что резонансный масс-детектор лучше всего работает вдали от крупных объектов таких как корабли и космические станции результаты полученные с помощью созерцателя значительно информативнее и достовернее полученных обычной бортовой аппаратурой если честно не сильно я шалю в этих сканерах и взломщиках да троянах ну дело в том что я даже ими игрался они в принципе работают ими что можно взламывать там оружие можно на кораблях взламывать можно взламывать систему станции чтобы получать больше прибыли допустим да на своих станциях или вообще торгуясь этой станции в общем то там много чего нам только нужен ассасин сейчас дуа ассасин это сверхманевренный дуабла с отличным отношением тяги к массе позволяющим ему двигаться с огромным ускорением он может выслеживать и уничтожать даже самые проворные цели но для достижения стабильно высоких результатов требуется чрезвычайно квалифицированный оператор в связи с небольшой массой у ассасина относительно слабое главное орудие это впрочем не создает особых проблем при типичном использовании дрона когда его целью становятся быстро движущиеся объекты со слабым щитом импульсный маузер у него стандартный как у меня в количестве двух штук это венец высокоэнергетического вооружения не требующего боеприпасов он обеспечивает высокую скорострельность непревзойденную точность малое время полета заряда и хороший урон при точной стрельбе очередями это делает его стандартным вооружением большинства истребителей известных рас освоивших космос вот такая штука бесполезный ассасин но мы купим его потому что нам задание такое дали вообще должен был лично полететь и купить его поговорить лично с продавцом чтобы посмотреть какие дроны у тебя есть большей частью дронов можно управлять дистанционно но не всеми попробуй войти в два ассасин ну не правда такой быстрый относительно хотя как сказать он маленький и поэтому все вокруг кажется так быстро пролетает пролетает о море еще неплохо я сам себя пробиваю дружелю у у не у некоторых дронов есть активируемые способности ты запускаешь их они выполняют задачу и если повезет в целости возвращаются обратно. Если когда-нибудь окажешься в трудной ситуации, можешь применить способность умной обороны, чтобы выпустить все боевые беспилотные дроны на подмогу. Эти штуки незаменимы, если ты собираешься кому-нибудь трепать нервы с безопасного расстояния. Но у них не очень высокая огневая мощь. Скунс не такая уж и маленькая мишень. Я вряд ли справлюсь с хорошо защищенным кораблем. Похоже, тебе нужны пушки побольше. Меня только что осенило. На станции Сердца Альбиона есть тайный склад старого оружия Аргонской Федерации. Мне точно известно, что последний месяц они страдают от нехватки энергии. Доставка энергоэлементов поможет нам слегка заработать, а им расстаться со старыми плазменными пушками. Это похоже на план. Не, вообще умная оборона хорошая штука. По-моему, буквой Т включаешь ее, умная оборона. И когда у тебя много дронов, ты можешь как минимум из них сделать живой щит такой. Ну, не живой, правда. Дроновский щит. И все же. Так. Что это за станция была? У нас здесь уже, кстати, везде есть глазики. То есть, я здесь везде могу покупать кристаллы, продавать кристаллы. Вот. Поэтому мне надо будет полетать еще. Везде, собственно, эти глаза подобывать. И можно будет торговать. Мне сейчас самое важное, это электростанцию найти, чтобы покупать энергию. И желательно продовольственный комбинат, чтобы покупать еду. Ну, как они тут говорят, не еду, а рацион и питание. И тогда можно будет выполнять квесты уже. По идее, рацион и питание. Я буду иногда вылетать, обновлять... Обновлять, значит, все станции. Смотреть задания. Потому что мне нужно найти... Ой. Мне надо, чтобы найти, где можно продать еду. Пока что я не нашел нигде. Вход за индивившие окрестности. Передаю координаты точки рандеву. Тут, кстати, лед есть. Подобывать можно. Вход. Водные врата. Передаю координаты точки рандеву. Да, так однозначно проще. Много времени, конечно, в этой... Игры уходят на... Вход. Зловещая поэма. То, чтобы летать просто. Передаю координаты точки рандеву. Довольно-таки много уже товаров всяких. Можно скупать. Что-то лежало на мини-карте, смотрю. Маленькие точечки. Груз закреплен в трюме. Летим дальше. Вход. Вход. Пять. Дорог. передаю новые координаты кораблям сопровождения уничтожить не интересно надо было вылететь у нас тут уже корабли можно купить как-никак кремниевые пластины возьму этот квест что не помню этого эмиссии то мы летели на станцию в которой нам должны были пушки дать вход зарытый клад передаю новые координаты кораблям сопровождения ничего интересного вход третий герцог и летим собственно в последнюю локацию мы уже находимся здесь были тут и тут последняя локация в альбионе который находится возле этой прелестной планеты вход большая пустота тут у нас большая такая плутарх манинг корпорейшн станция биржа плутарха есть у тебя задание какие-нибудь биржа плутарха кристаллы да не я не хочу я кристаллы добывать руда руда да не ничего интересного нету а О, электростанции. Это нам и нужно было. Ого, это определенно недешево. Если внимательно осматривать станцию, можно найти неплохие скидки или комиссионные. Когда-то я обнаружила утечку охладителя в складской зоне. Они дали мне тогда скидку в 50% на замороженные продукты, лишь бы только я заткнулась. И хладагент внезапно превращается в мороженое. Да, есть такое. Я проходил, ну не правильно. Так, хорошо. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Для получения полной информации о некоторых модулях станции может потребоваться сканирование дроном. Вся полученная тобой информация появляется в информационном меню объекта. Ну, это обучение, собственно, по станциям. Но мы и так уже имеем все скидки. Почему? Потому что у нас читерный этот чит, короче. Хотя скидку, возможно, мы получим. Так вот, если полетать, то можно найти скидки. Так, у нас по заданию стоит энергоэлементов купить. Но мы, если честно, купим много энергоэлементов. Скидка очень большая. Я, получается, покупаю их по 2,74. Тих. Скажи, я скажу. Ну, вы поняли, валюты этой. Сколько тебе нужно? Да все давай. Контракт принят, мы в пути. Пока мы ждем. Не хочешь проверить, не предлагают ли тут какую-нибудь работу? Я отметила одно задание, которое не должно занять много времени. Предлагаю взглянуть на информацию по заданию. Не думаю, что наш корабль готов патрулировать сектор. Чтобы получить больше информации или поменять текущее задание, открой менеджер заданий. Ты в любой момент можешь прервать выполнение задания. Но некоторые не оценят работу, сделанную лишь наполовину. Не уверен, что ты справишься. Надеюсь, я ошибаюсь. 500 голд нам дадут за то, что мы просто человечка перевезем из точки А в точку Б. Ладно, хоть мне и не нравится эта идея, но попробуем. Местоположение ДОКа добавлено в базу данных бортового компьютера. Это Альбионский Скунс. Прошу разрешения на стыковку. Стыковка разрешена. Мы счастливы приветствовать вас на борту. У меня есть два с половиной ляма. Я уже не бедный. Не буду заморачиваться над собиранием всякой херни. Нет, конечно, буду. Чего? Кому я рассказываю? Просто, может, не буду прям вся-все, но кое-что все-таки загребу. Я слушаю вас. Я тут довольно уютно устроился. Угу. И я тоже. КОНЕЦ КОНЕЦ Кстати, можно продать мой мелкий корабль уже. О, доставить рационы питания. Да, 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 я дотягиваю. Наверное, не знаю, надеюсь. Так, тут я уже был, да? Или нет? Обшивки корпуса? Ну уж нет. А вот энергоэлементы. У меня есть корабль. Я прямо сейчас тебе привезу энергию. Сомневается он. Вход, восходящая звезда. Передаю координаты точки рандеву. На самом деле, мне много здесь денег и не нужно, на самом деле. Тришечки для СЭБа и все. Станции мы серьезные строить не будем. Передаю координаты точки рандеву. Корабли и тьму тоже не будем покупать. Летим в луну разрушенную. Информация в объекте добавлена в ход. Третий герцог. Передаю новые координаты кораблям сопровождения. Рационы питания купить. Это простой торговый рейс. Никаких сложностей для того, кто знает, что делает. Ну, здесь, конечно, ребят, денег дают просто тьма. Ну, легкий уровень сложности, что вы хотели. За какой-то чмошный квестик на рацион и питание, блин, по миллиону, по это... Надо вы принять товар. Информация об объекте добавлена в базу данных бортового компьютера. Захлопни варежку, Бетти. Вход. Дорога. Серпантин. Передаю координаты точки рандеву. Сделка завершена. Посылай отчет. Странно, что денег у меня не убавилось. Вход. Заброшенный арсенал. Если сможете доставить товар вовремя, это задание как раз для вас. И квестов на рацион и питание, конечно, здесь тьма просто. Нет ничего хуже, чем попасть под обстрел на скоростной магистрали. Говорят, в дымовой трубе один бандит атаковал больше 30 кораблей, прежде чем его поймали. Ну да, судя по тому, где я тебя нашел, ты как раз была обстрелянная. Передаю координаты точки рандеву. В скоростной магистрали. Такой, конечно, квест легче делать на своем собственном транспортнике. Быстренько бы попрыгал бы туда и все. А так мне приходится лететь хер знает куда. Вручную. Ну, конечно, я разведаю локацию. Вход. Жидкий металл. Химические реагенты. Где я тебе их возьму? Конечно, надо брать все, что дают. И не перебирать. Вход. Кольчуга. Ты действительно можешь работать с грузами? Что-то я сомневаюсь. Блин. Блин. Вход. Не сказал бы, что это самый простой и быстрый квест на самом деле Да ладно Мне чуть не выпили И межсекторного этого Блин Гипертоннеля Так, уничтожить, доставить водород Ничего такого я не хочу Вход Сколотый клык Передают новые координаты кораблям сопровождения Вход Водные врата Ньютоновские дробилки Простой торговый рейс С таким даже и вы легко справитесь Возьму, но я фихи вот эти Ньютоновские дробилки достать Завод военных технологий, скорее всего Вход Вход Город развален Передаю новые координаты кораблям сопровождения Космическое топливо Космическое топливо я перевозить, по-моему, не могу Это, по-моему, не контейнеры Или контейнеры А я возьму и посмотрю Это просто торговый рейс Никаких сложностей для того, кто знает, что делает Рацион и питание Не нужен термоклассный перевозчик Не видел в последнее время никого подходящего Энергоэлементы Конечно, можно было бы посмотреть Какие здесь станции предлагают Построить Может, я и построю Не уверен, что ты справишься Надеюсь, я ошибаюсь До встречи Где там тот Называется квест Проспали Им нужно банально такси Которое просто их отвезет туда Вход Лазурный барьер Передаю новые координаты кораблям сопровождения Такая вот маленькая локация, если честно Но я станции строить не здесь буду Не в этой локации Че я вообще здесь начал смотреть Я станции буду строить в другой локации Там, где 100% безопасно Здесь, по-моему, очень много территорий Плутарк Майнин Корпорейшн Можно, конечно, посмотреть Может быть, я и не прав Если сможете доставить товар вовремя Это задание как раз для вас Где там тот квест проспали Задолбало переключение постоянных квестов Если есть такое Дополнение, которое выключает эту функцию Я бы с удовольствием, конечно Ее себе поставил бы Вход Благоприятные раскопки Передаю координаты точки рандеву Если ты сумеешь разобраться Как открывается твой грузовой отсек То справишься с этим заданием Уже стало сложнее находить эту миссию Проспали С таким Ягантским количеством квестов Ну тут, слава богу, ничего не надо Вход Что вообще происходит Передаю новые координаты кораблям сопровождения Почему я отсюда улетаю С этой локации У меня еще, к сожалению, три точки Которые я не был Наверное, я их все-таки Посещу И полечу по квесту уже Ну я, чтобы просто разведочку провести Чтобы, если что, квестики взять Чтобы, если что, знать, где что покупать Это займет не сильно много времени Вход Город развален Передаю новые координаты кораблям сопровождения Вход Лазурный барьер Передаю координаты точки рандеву Напомню, что где-то здесь мы примерно появились Вход Спящий медведь Передаю новые координаты кораблям сопровождения Тут были какие-то большие битвы постоянно Не знаю, о каких битвах идет речь Но, видимо, очень крупные битвы Потому что корабли здесь, конечно, немерено уничтожено Тут очень много пиратов Тут даже где-то есть пиратская станция По-моему, вон она Пиратская станция Можно бы, конечно, к ней слетать Посмотреть, что она продает Нафиг на нее Когда-нибудь на 4С я кучу кораблей И уничтожит эту пиратскую станцию Передаю координаты точки рандеву Ну все, теперь Можно смело идти делать квест У нас сейчас нет кораблей Способных это сделать Не знаю, что я сделал, но Проспали будем Выполнять Мало того, что Несчастные люди проспали Так еще и я тут Круги наматываю Там сидят такие Думают, блин, да когда уже Не приедем Время вообще Печалька Доверились таксисту-дебилу Который Вообще В другую Локацию улетел В другой сектор Наконец-то Че так долго-то Нет еще Еще не все Блин Что произошло Передаю координаты точки рандеву Вход Сколотый клык Передаю координаты точки рандеву Вход Зловещая поэма Передаю новые координаты кораблям сопровождения Слушай, у меня такое ощущение, что я все это время куда-то не туда летел Почему я возвращаюсь обратно? Куда мне вообще надо? Мне надо сюда вообще Зашибись, блин И че я тут? Короче, жду свой корабль Портуюсь сюда, блин Потому что это бред Я, по-моему, что-то не туда залетел Не, не вижу ничего в этом плохого Я на самом деле Правильно по-своему сделал Я разведал полностью всю локацию Вот Со всеми ценами То есть у меня там есть везде информаторы Которые мне говорят Какие там цены Где, че Почем Надо то же самое сделать Кстати и здесь Со всеми локациями И здесь И здесь Еще до того Как у нас появятся первые серьезные неприятности Вот тут, кстати, тоже есть локация сверху Вот И потом, грубо говоря Заработать деньжат на старт И так далее Где там мой корабль, блин Я-мое Летит Сейчас прикол Если окажется, что У него А я, че, ему не передал? А, есть офицер обороны Есть Если у него топлива не хватит Будет прикол, конечно Где он там, блин? Вот она Красавец Это Альбионский спунс Прошу разрешения на стыков Не хватает им наркотиков Это простой торговый рейс Никаких сложностей для того, кто знает, что делает Простой торговый рейс Таким даже и вы легко справитесь Чем я могу помочь? Так, вначале я ставлю Проспали Активным Сейчас будем прыгать Дальний рубеж Передаю новые координаты кораблям сопровождения Пассажиры Бла-бла-бла Доставить вода Воду я доставать не могу Нужен другой корабль У меня его нет Тоже так себе по скорости Мне кажется, тут уже я бы быстрее бы долетел бы Че тупить, блин? Натуре сам долечу быстрее С тем кораблем тупым С тем кораблем Дальний об Zheng Уплечете В блюде Вход, тайное убежище Передаю координаты точки, рандеву Если ты вовремя доставишь груз, мы оба будем в наваре Ты сможешь это сделать? До встречи На корабль их доставить надо, на большой, оказывается А не, блин, соседнюю локацию Нет, с такими исполнителями не разбогатеешь Надеюсь, следующий пилот будет лучше Денег мне все равно дали Наверное Да, 500 тысяч дали Так, смотрим очередной квест Доставить 100 энергоэлементов в одинокий гигант И где-то ты с одинокий гигант Сюда, да? Можно было и на корабле полететь Но тут близко Так, долетим И будем заканчивать эту серию на самом деле Так, слишком долго Хотя мы, если честно, ничего и не сделали Я второй раз на это не поведусь Не буду я никакой скотный двор строить Только электростанцию Только Больше ничего По заданию нам надо всего лишь 100 энергии привести Что я не знаю, для чего им вообще 100 энергии нужно Такой бред Если честно Они, правда, очень дешево ее хотят Сколько? Я ее дороже покупал, блин Чем они тут хотят ее Ладно, там Небольшим запасом вам Выдам Эдж 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 Вообще не победить Ладно, вот так вот Контракт принят Мы в пути Правильно же все? 100? Да, 100 Это значит, у меня есть торговый компьютер, что ли, да? Вот в итоге получается Улучшение Странно, ПО вообще нету, а я как-то торгую А как так-то получается? Разве не нужен торговой компьютер, чтобы торговать? Видимо нет, сколько можно заработать? Видимо нет, сколько можно заработать? 400 на моих денежках Тысяч? Тысяч Не мало Ну, на квестах выйдет больше Развезу сейчас везде электроэнергию, где я должен был Я сделаю за кадром это все, конечно Не, за кадром я не буду Я за кадром Полетаю по всем локациям Вот начну с этой Здесь я был 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 Тут не был Был Как я там был, а тут не был Не был Был Кстати, тут не совсем понятно Я одну станцию, судя по всему, не увидел Ну, ничего Я не был всего-то в двух локациях Нет, в трех Здесь не был Здесь не был И здесь не был Вот, поэтому никаких проблем это все разведать Вот, также у меня есть ненужный мне маленький кораблик Который я все это хотел продать Но почему-то не продал Господствие А прям здесь Свяжусь с Не тут, наверное, плантация Космическая Черт, где зря смотрю Альбион Господство Здесь Вот тут Есть у нас Чем интересуетесь? Продать корабль Я не могу его продать, пока не перепишу на себя Связь С вашим услугам, сэр Присоединяйся к вашему отряду Ага А теперь Готовься быть проданным Здравствуйте, пилот Чем интересуетесь? За сколько? За 400 Здравствуйте, пилот Он ему нужен, в принципе Здравствуйте, пилот Чем интересуетесь? Долго летит мой корабль Вроде капитан С четырьмя звездочками Но, блин, что-то долговато Что-то планета на месте стоит, не крутится Так, посмотрим, что мы еще сможем У нас куча энергии Мы специально ее закупили Чтобы заработать бабла Энергия Это мы можем продать? 67 тысяч энергоэлементов Да ну нафиг, где я стукать я рожу Давай попроще 29, сколько у меня всего энергоэлементов Что-то Что-то густовато Хранилище 32 тысячи у меня всего-то Это простой торговый рейс Никаких сложностей для того, кто знает, что делает Я не уверена Тут рискуешь не только ты, но и я До встречи Вот, например, этот квест Тысяча двадцать Тысяча двадцать Энергоэлементов Пойдет Сколько? Тысяча двадцать Тысяча двадцать Контракт принят Мы в пути Вот 28 тысяч Давай я свяжусь со станцией Может мы сможем договориться по поводу оружия Отлично, давай вдох Серьезно у них тут замашки Ну а 28 тысяч попробую продать Четыреста Ээээ Десять Сколько тебе нужно? Контракт принят, мы в пути Так, заслали Мы Зарабатывать денежку Это Альбионский скунс Прошу разрешение на стыковку Стыковка разрешена Энциклопедия Энциклопедия Карта Шахтерская колония 2940 Альфа Это бывшая шахтерская колония Построенная внутри Огромного выдолбленного астероида Которую теперь называют Одиноким гигантом Прославилась во времена Восстания Плутарха Против аргонских вооруженных сил В Альбионе Первоначально она использовалась В качестве военной базы А впоследствии Стала последним Укрепленным рубежом Противостоящим Усиливающейся мощи Плутарха Ну ладно Мне конечно пофиг Ну ладно Это некий инженер Хотя обычно оружие ставят Не инженеры А механики Не знаю почему я иду к инженеру Здравствуйте капитан Я лейтенант Гимбы Благодарю за доставку Мы серьезно нуждаемся в припасах Когда вокруг шныряет Плутар Сложно вести дела как обычно Рад помочь Наш общий друг сказал Что вам нужна помощь Расслабьтесь капитан Можете говорить свободно Я в курсе Что у вас на борту Лейтенант Тарен Вечно все самые интересные задания Достаются ей Раздобуть компромат на Плутар Спрячься у этого Скромного молодого капитана Ты знаешь что я тебя слышу да? Знаем Знаем Просто развлекаюсь немножко Стало быть вам нужно оружие Иша сказала что у вас Могли где нибудь заваляться Старые плазменные пушки Конечно есть Но Плутарху не нравится Когда бывшие военные Объединяются Наша огневая мощь Не может превышать Половину мощи Плутарха Так им спится спокойнее Ну вы же не думаете Что я воспользуюсь ими Против кого нибудь из вас Ну да Вы же нейтрал Это наверное здорово Как бы то ни было Оружие ваше Видит понтифик Наши инженеры будут рады помочь Только не взорвите нам что нибудь В общем Я симпатичный этот молодой капитан Вот так вот Если хочешь попробовать этих малышек в действии Можно найти парочку астероидов Это действительно универсальный корабль Я присмотрела у механиков вооружения на продажу Плазменные пушки А это плазменная пушка Ну так себе оружие если честно Нас вызывают Капитан Атани Лейтенант Таррен Пожалуйста капитан Зачем эти формальности Я ведь не военный Я формально тоже Но от старых привычек Трудно избавляться Нас только что удалили Из розыскных списков Разведывательного управления Плутарха Думаю вы тоже Скоро сможете вернуться Блин А мы только вошли во вкус С этими пушками Возвращайтесь обратно К точке встречи Мы вас там найдем Конец связи Дальше уже Это было забавно Я бы предложил тебе остаться Но боюсь Плутарх Несет меня в черный список Извини Атани Мы общаемся уже несколько часов Скорее всего Ты уже в их списках разыскивается Ну Шутка Это не шутка Это все серьезно Воевать с Плутархом Очень опасно На самом деле Почему? Потому что Если посмотреть По карте Вот По карте Плутарх Майнинг Корпорейшн Плутарх Майнинг Корпорейшн Плутарх Майнинг Корпорейшн Плутарх Майнинг Это даже Вот это Центральная локация Плутарх Майнинг Корпорейшн Ну, то есть, я, собственно, везде, везде под командованием Plutarch Mining Corporation. Единственное, опять лишь таки, может оно и везде находится, но, допустим, станции, да? Фракция не совсем Plutarch Mining Corporation. Здесь у нас филиал Albion Energy. В основном все энергии занимаются именно они. Здесь у нас одинокий гигант именно Сердце Альбиона. Это из фракции, в которой находится наша девочка, да? Сердце Альбиона, космические пастбища и скотный двор. Какая-то холлс, в общем, не явно не она. Энергетические, ну, скорее всего, все филиалы Albion Energy. Это Plutarch Mining Corporation. И здесь я уже смотрел, да? Там тоже ничейная. Эта локация, в общем-то, более-менее нейтральная ко мне. Здесь у нас Берилл. Здесь понятия не имея. А, ну, там, Леда, что-то там. Берилл. Берилл. Здесь у нас Plutarch Mining Corporation. Казалось бы, немного. Здесь станция Plutarch Mining Corporation. Главная верфь Plutarch Mining Corporation. Второстепенная верфь тоже малых судов Plutarch Mining Corporation. Я, кстати, хотел уточнить по поводу верфи в центре. У нас главная верфь есть. Сердце Альбиона. Это наше. И так далее. На самом деле. То есть, вообще, тут все Plutarch Mining Corporation. Это нынешняя власть. Очень серьезная. С ними шутить не стоит. Их терроризировать и так далее. Мой корабль полетел. Куда ты полетел? Он должен был состыковаться. Космические пастбища, которые находятся здесь же. Да? Да. Передать им... Тысячу буквально энергии. Тысяча с копейками. Заработать мне миллиончик. Полететь в другую локацию. И там миллиончик заработать. Ух, и медленный, конечно, корабль. Но это все из-за того, что я за ним наблюдаю. Я уже об этом рассказывал. Если бы я улетел в другую локацию, то здесь бы все происходило в разы быстрее. Пропустился бы момент, как минимум, перелета. То есть, он, в принципе, уже прилетел. И момент стыковки. Сейчас он будет медленно разворачиваться. Поворачиваться боком. Начнут дроны выползать, собирать, передавать ресурсы. Опа. Доступны комиссионные. Я разведал скидочки. Ну, собственно, те, о которых я рассказывал в этой серии. Только надо было их разведать. Но я вот только что что-то тут нашел. Что-то плохое. Надо будет потом закупить этим кораблем большое количество этих. Можно, конечно, энергией приторговывать. Но, по-моему, дешевле мне будет, обойдется торговать именно рационами питания. Готовы доставить товар. Походу, у моего корабля нету своих дронов. Поэтому, видите, летит дрон туда немой, вот этот маленький, этот вражеский дрон. Ну, не вражеский, а этой станции. Так. 1 6.1 Меня интересуют продаваемые станциями. Мне нужно все выполнил. 8000 получено. Ну, и плюс награда еще 1 288 Вот так вот. На легком уровне сложности, конечно, играть, блин, одно удовольствие. Мне нужно где-то купить рационы питания. О, ракеты ш... О, рационы питания. Причем по скидочке, да? Сколько? Далее. Или это не по скидочке. 24. Ну да, это самая маленькая цена на самом деле. Сколько? 27000. Вот. Корабль полетел, собственно, дальше. У него еще в миссиях есть запланированный маршрут отвезти 28 тысяч с половиной энергоэлементов. Вот. За которые я получу тоже немаленькую сумму. я за ней получу почти 2 миллиона. За 28 тысяч энергоэлементов. А я тем временем сейчас полечу и все разведаю. Сейчас, наверное, пока что все. Деньги, конечно, хорошо, но и прохождение тоже очень важно. Не хочется затягивать. Вот. Поэтому мне надо быстренько все поразведывать, чтобы на этом уже не заморачиваться. И, в общем-то, все. Так. Есть ли здесь еще какие-нибудь квесты? Больше ничего нету. Сохраняюсь. И уже увидимся в следующей серии. Итак, видео затянулось на 3 часа почти.